Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! На связи Сергей Панферов с сайта panferov.com И в этом видеоуроке мы с вами разберем такую полезную функцию, как ускорение или замедление. Итак, давайте рассмотрим сначала одну из причин, в которой требуется ускорить какую-то часть видеоклипа. Например, давайте посмотрим. Я вот здесь взял 25-секундный, 27-секундный клип, где мы сейчас с вами подробно все пройдем. Давайте нажмем на кнопочку play и посмотрим. Выписку реестр банковских переводов. Сейчас я вам даже поточнее скажу, как это называется. То есть диктор отговорил, но он еще едет. Едет, едет, едет. Можно, конечно, обрезать этот фрагмент до того момента, когда он... Вот так, мы подъехали на главпочтам и сейчас мы идем в бухгалтерию. ...до того момента, когда он начинает опять говорить. Но тогда действие будет не закончено. И, ну, как бы не совсем правильно отрезать вот такие вот вещи. Это делается либо через перебивку, либо через другие какие-то моменты, да, через переходы и так далее. Но здесь в данный момент правильное сделать так. То есть взять тот фрагмент, который нам не нужен. Вот, ну, какой-то определенный фрагмент. Мы его сейчас найдем, да. Вот. И просто вот эти вот 10-15 секунд сжать. Именно ускорить. То есть они не 10-15 секунд будут, а 2-3 секунды, да. За 2-3 секунды мы с вами покажем все. Вот. Ну, это будет как бы с одной стороны эффектно смотреться, с другой стороны это не будет прерываться. Да. Прерываться, я хотел сказать. Ну, что ж, давайте мы найдем то место, где наш персонаж заканчивает говорить. Я вам даже поточнее скажу, как это называется. Вот примерно отсюда, да. Здесь мы выбираем инструмент обрезки. Обрезаем, кликаем сюда. Далее. Кликаем на play и просматриваем вот эту вот всю, ну, скажем, пассивную часть нашего видеоклипа. И... Итак, мы подъехали на главпочтам. Вот где-то отсюда наш персонаж опять начинает говорить, да. Еще раз. Вот, и так, мы подъехали. Да, как-то так. Вот, и так. Да. И в этом районе мы также обрезаем это все. То есть у нас получается в итоге три клипа. Клип номер один, который мы не трогаем. Клип номер два, который мы ускоряем, да. И клип номер три. Итак, кликаем правой кнопкой мыши. Так, у нас примерно так, 10, 9. Так, начиная с 7,5 секунд, заканчивая 18 секундами. То есть у нас 10 секунд этот клип идет, да. Вот этот. Ну что ж, давайте мы кликаем правой кнопкой мыши на данном клипе. Вот. И выбираем опцию Speed Duration. Далее. Мы видим, что Duration, да, длительность 10 секунд. Вы можете как удлинить, если кому-то что-то надо растянуть, там, я не знаю, там, что-то показать в замедленном действии. Пожалуйста, растягивайте. Вот. Либо в нашем случае мы наоборот ускоряем. То есть сужаем. Вернее, по скорости делаем меньше, да, по длительности. Вернее, скорость быстрее, длительность меньше. То есть мы кликаем вот сюда, вот на эту ссылочку. И где 10 секунд ставим, ну, примерно, ну, давайте 2 секунды поставим. Тут надо, конечно, уже играться. Точнее 0,2. Либо 0,3, да. Вот как-то вот так можно даже, да. 0,3. То есть вы попробуете 2 секунды, 3 секунды, то есть, ну, как бы на своих клипах. И, в принципе, нужно будет посмотреть, поиграться с этими настройками, чтобы это все смотрелось классно, да, без всяких там переборов. То же самое, как бы, скорость вы можете изменить и вот здесь, вот в процентах. То есть либо в процентах, либо в длительности. То есть настройки вот эти, они, видите, они взаимо изменяются. То есть изменяете длительность, изменяется, естественно, скорость. То есть они у вас связаны. Вот связаны вот этим вот замочком. Если вы хотите, чтобы это не было связано, вы просто нажимаете на этот замочек, разъединяете и все это будет развязано. Но я, в принципе, пока не советую это делать. То есть вот эта развязка, она как бы в крайних случаях нужна. Но в данный момент по умолчанию это все должно быть связано. Итак, если вы хотите проиграть клип наоборот, ставите Reverse Speed. То есть он как бы в обратную сторону начинает играть клип. Но это на всякий случай я вам объясняю, если вам это пригодится. Далее остальные значения мы пока не трогаем. То есть оставляем все по умолчанию. Далее нажимаем на кнопочку OK. Мы видим, что наш клип стал немножко меньше. Ну и, естественно, у нас как бы появился вот такой пробел. Давайте нажмем Ctrl-Z. Ctrl-Z. Все правильно. То есть мы как бы вернем все это по умолчанию. И давайте еще раз проделаем такую процедуру Speed Duration. Нажимаем. Здесь мы ставим 0,3 секунды. То есть как мы с вами и ставили до этого. И теперь Reply Edit. Ставим галочку вот здесь. То есть мы посмотрели, как это выглядит без галочки. И теперь посмотрим, как это отредактируется. Теперь нажимаем OK. И мы видим, что дальнейшие все клипы, или один, или несколько клипов, они сдвигаются вот сюда, к отредактированному клипу. То есть вот эта вот функция, вот эта галочка последняя, она иногда важна. Ну что ж, давайте теперь, чтобы нам просмотреть, нам нужно просчитать вот этот кусочек. Для этого что делаем? Идем в Sequence. Выбираем Render Effect in Work Area. И пройдет небольшое количество времени, чтобы программа нам просчитала. Дело в том, что я сейчас в данный момент использую HD разрешение. То есть у меня HD видео, да. И в программе оно иногда может тормозить, когда на него накладываешь эффект. Это в принципе нормальная реакция. Поэтому предварительно иногда нужно просматривать, чтобы увидеть наложенный эффект на видео высокого разрешения. Ну что ж, давайте мы теперь поставим куда-нибудь вот сюда вот курсор и проиграем, что у нас получилось. Давайте посмотрим и послушаем. Скажу, как это называется. Итак, мы подъехали на главпочт. То есть у нас уже вот этот кусочек занял всего лишь 3 секунды. Вы можете его сделать еще меньше, пожалуйста. Но мы видели, что наше видео, оно не прерывается. То есть оно как было, так и есть. Вот иногда это полезно, да. Видите, да. Вот таким вот образом делается ускорение какого-то определенного фрагмента в вашем видеоклипе, да. То есть если вы хотите уже там сделать не ускорение, а замедление, кликаете. Ну, бывают такие как бы другие случаи, да. То есть замедлить какой-то момент нужно будет. Выбираете также Speed Duration. Выбираете, ну здесь галочку желательно ставить. Выбираете здесь либо по процентам, либо сколько это должно длиться. То есть вместо 10 секунд ставите не 3 секунды, а там вместо 2 секунд ставите там или там 1 секунду ставите там 6 секунд. Чтобы вы могли там замедлить какое-то действие полностью там посмотреть, разобрать. Давайте я не буду сейчас это делать, потому что в принципе это понятно, да. То есть если вы хотите ускориться, повторяйте за мной. Если вы хотите замедлиться, делайте немножко наоборот. То есть более длительно. Все. И у вас в принципе все получится вот примерно вот в таком вот плане. Да. Все. Если будут какие-то вопросы, какие-то непонятки, да, то пожалуйста вот в комментариях для этого видео задавайте их. Я думаю мы с вами все разберем. Ну что ж. Большое спасибо за просмотр данного видео урока. На связи был Сергей Панферов. Сайт panferov.com Пока-пока и до связи. Продолжение следует.